Спасибо нашим коллегам из программы «Время местное». Ну а мы возвращаемся из Сальска в Ростов-на-Дону, чтобы поздравить автономно-некоммерческую зоозащитную организацию «Собачий патруль» с тем, что они выиграли грант на реализацию одного из своих проектов от Екатеринбургского благотворительного фонда «Синара». И у нас прямо сейчас в гостях зоозащитник и соучредитель этой автономно-некоммерческой организации Алла Маринец. Алла, доброе утро. Доброе утро. Во-первых, поздравляем вас. Спасибо большое. И, во-вторых, хочется начать, наверное, с того, чтобы рассказать нашим зрителям, напомнить, чем занимается ваша организация «Собачий патруль». Наша благотворительная организация занимается тем, что мы бесплатно стерилизуем животных. В основном это безнадзорные собаки, но также и владельческие, которые ранее были забраны с улиц. К нам они поступают, к нам их приводят хозяева, привозят волонтеры. Мы проводим весь комплекс мероприятий, включающие стерилизацию, вакцинацию, передержку после операции, беркование, если это животное выпускается в обратную среду обитания, и возвращаем непосредственно обратившихся заявителям. Ну, раз фонд благотворительный, организация благотворительная, то, конечно, без посторонней помощи вам не обойтись. Если вы стараетесь выиграть как раз-таки различные гранты, да, вот один из них, про который только что сказал мой коллега, Екатеринбургского фонда «Синара». Так что же такого вы предложили в своем проекте, что вот с такой дальней территории вам выделили грант? Ну, тут все достаточно просто. Дело все в том, что «Синара» был образован представителями крупных промышленных предприятий по всей России. И в том числе одним из таких вот предприятий является наш Таганрожский металлургический комбинат. И, соответственно, представители из Ростовской области могли участвовать по этому подачи проекта. Но это не первая уже успешная попытка получить грант. Какие еще были достижения? Абсолютно верно. Во-первых, спасибо огромное «Синаре». Это уже второй грант от них. Первый был на аналогичную сумму, примерно 200 тысяч рублей. Был в 2019 году. Вот этот грант, непосредственно вот эти 200 тысяч, да, мы, соответственно, своего проекта должны использовать на непосредственно стерилизацию 200 животных, которые будут доставлены с самых сложных объектов Ростова. Это базы, промбазы, это гаражные кооперативы, это стройки. Ну, вы, наверное, сами видели, что творится, да, с безнадзорными животными около больших комплексов, куда вот заселяются люди, да, и они видят, помимо вроде бы благоустроенной территории, большие стаи собаки. Огромное количество животных, да. Вот, но дело все в том, что зачастую эти территории кому-то принадлежат, и, соответственно, их обслуживает, не обслуживает город. А в этих местах очень много разводится животных, и там вот очень неблагоприятная ситуация. Кто-то из, например, при гаражных кооперативах, даже если есть сердобольные люди, которые подкармливают непосредственно, да, потом, конечно, когда популяция уже, как это, нарастает критическая масса, да, они начинают совершенно зверским образом, кто-то, да, потихоньку начинает бороться, или вывозить этих щенков, которые из них выжившие, они потом сбиваются стаи, терроризируют там жителей нашего города. Ну, в общем, как бы все очень на данный момент печально, но мы стараемся, и учитывая, сколько нас поддерживает, скажем, все больше, я надеюсь, что мы сможем переломить ситуацию в нашем городе. Значит, помимо непосредственно грантов от Синары, у нас было два больших гранта, в которых мы успешно реализовали проекты этих грантов, это были при помощи, сейчас я, президентские гранты, то есть это уже другие совершенно объемы, общая, общая суммарная, примерно более 5 миллионов, то есть это были два крупных гранта, вот, но у нас есть, конечно, и неудачные попытки, да, грандрайдинга, например, связанные с областным грантом. При правительстве Ростовской области тоже выделяют субсидии на какие-то вот региональные проекты, ну, вот что-то мы им не понравились, но мы не останавливаемся, будем подавать. Еще это открытая информация, то есть все желающие могут, да, все это мониторить, смотреть, кто, да, то есть, ну, какой грант ожидается, и, соответственно, участвовать. Я надеюсь, что мы все-таки добьемся помощи и от региональных. Мы искренне желаем вам в этом удачи. Алла, ну, вообще некоммерческим организациям каково живется? Я предполагаю, что не очень сладко, да, все время нужно находить помощь, поддержку каких-то фондов. Вот на чью еще поддержку могут рассчитывать социальные фонды, социальные организации здесь, у нас Ростовской области? Ну, прежде всего, конечно, на неравнодушных жителей, самых обычных людей, которые в силу своих возможностей помогают. Вот, допустим, у нас 238 – это рекуррентных платежей, рекуррентных подписчиков. Что это? То есть это люди, которые на постоянной основе. Не вот внезапно что-то увидел, пожалел, увидел сейчас сюжет, да, и захотелось перечислить. Вот, а на постоянной основе. Это очень важно. При такой помощи мы можем уже планировать и объемы, да, понимать какие-то перспективы, можем ли мы развиваться. Бюджет, фактически у вас есть бюджет, да, с которым вы управляете? Да, ежемесячно примерно, вот вся наша история стоит около 600 тысяч рублей, вот, и большую часть из них закрывают именно жертвователи. Это от 50 рублей до, там, 10 тысяч рублей, и вот меньшую часть – это непосредственно на соучредители, плюс вот мы стараемся выигрывать различные. А, Алла, у меня вопрос. А есть ли в России какие-то организации, вот, аналогичные, да, собачьему патрулю? Вы знаете, я думаю, то есть есть, естественно, масса организаций, которая занимается, да, аналогичной работой по стерилизации животных, по выпуску уже прошедших весь комплекс мероприятий животных, прежнее средовое питание. Но в чем наша уникальность? Во-первых, мы, у нас благотворительная история, да, мы не являемся подрядчиками. А обычно вот подобные нашим организации, это, ну, они выступают подрядчики муниципальным заказом. Вот. Что касается, ну, аналогичных, наверное, каких-то благотворительных историй, где, допустим, собрались, да, неравнодушные люди, да, и, там, зоозащитники, и, там, спасаются, держат, пристраивают, стерилизуют. Вот. Мы не приют, мы настолько целенаправленно занялись вот именно этой работой, что мы даже не, ну, стараемся не расфокусироваться. Конечно, хотелось бы и то, и другое, но тогда не хватит ресурса. Поэтому мы сконцентрировали все внимание исключительно на поточном методе оказания вот такой вот услуги, потому что, собственно, ну, по-моему, уже очевидно, что ни один приют, ни одна передержка, ни ручек не хватит на то количество животных, да, которое... Ну, конечно, да. ...которое появляется, если не останавливать. Вот просто меньше, чем за три года, через наш центр, приведу такую, да, цифру, прошло более шести тысяч собак. Если представить себе, что собака имеет приплод два раза в год, да, при этом беременность у этих животных многоплодная, то даже выжившие, это будет, они пополнят такую армию, ну, вы понимаете, да, что это... То есть все остальное, получается, это черпать ложкой, да, спасать. У меня дома животные, да, у всех моих коллег, у всех моих соратников, да, друзей. И, естественно, у кого больше, у кого меньше, но пока мы кого-то спасаем одного. Алла, если, точнее, не если, я абсолютно уверена, что есть среди наших телезрителей, люди неравнодушные, они захотят помочь. Куда обратиться, куда написать, куда позвонить в конце концов? Вы знаете, мы, у нас есть сайт. Как он называется? Dogpatrol.ru Можно, в принципе, забить в любом поисковике сайт собачий патруль Ростов. Вот, мы есть в социальных сетях, и в Инстаграме, и в Фейсбуке, да, эти странички активные, они все время обновляются информацией ежедневно, да, есть обратная связь с модераторами, поэтому, если есть какие-то вопросы, можно писать непосредственно под публикацию, можно обратиться в Директ. Там, опять же, на наших страничках указан телефон контактный. Ну, с радостью ответим, и, может быть, чем-то поможем, а может, там помогут. Абсолютно. Дорогие друзья, давайте помогать. Алла, спасибо вам большое. У нас в гостях был зоозащитник, соучредитель автономной некоммерческой организации «Собачий патруль» Алла Маринец.